Одним из ключевых событий 2021 года для округа стало открытие после реконструкции ВЗУ номер один в Одинцове. Также были модернизированы водозаборные узлы номер 7 на Северной улице и номер 2 в Трехгорке. Благодаря национальному проекту чистой водой теперь обеспечено почти 60 тысяч жителей муниципалитета. Округ вошел в число лидеров Подмосковья по показателю качества услуг водоснабжения. В этом году планируется провести работы по реконструкции ВЗУ в Каринском. Во многих районах округа воду теперь можно смело пить из-под крана. Она очищена от примесей, от железа, она прозрачная и чиста. Но проблемы остаются. Мы видим жалобы людей в добродел, поэтому продолжаем приводить в порядок коммунальную инфраструктуру. В 2021 году была проведена промывка и обслуживание всех 547 километров канализационных сетей, а 500 метров заменено полностью. По программе губернатора реконструированы очистные сооружения в поселке Горки-10. Начата реконструкция в Успенском. Уделялось внимание ремонту и содержанию системы теплоснабжения. В прошлом году модернизирована котельная номер 2 в Одинцово. Она обслуживает второй, третий микрорайон города. Старая котельная была построена еще в 70-е годы и работала уже на износ. Мощностей не хватало. Теперь она работает бесперебойно. В прошлом году капитальный ремонт провели в 93 многоквартирных домах. В том числе заменили 31 лифт, отремонтировали фасады 21 дома и кровлю 32 домов. В рамках губернаторской программы ремонта подъездов привели в порядок 393 объекта. В этом году планируется отремонтировать еще 420 подъездов, 250 из которых расположено в домах военных городков. Благоустройство тоже выполняется системно. Как вы видели, это и обустройство детских площадок внутри, также масштабное строительство парков, который сегодня проводится на территории Одинцовского городского округа. Также ремонт капитальных подъездов. Да, это тоже то, что должно было делаться в прошлое десятилетие и которое сегодня критично наболело и сегодня это выполняется. Сейчас в весенний период важно не допустить подтоплений в зонах риска, где есть проблемы с ливневой канализацией. Глава округа поручил до 7 апреля провести совместные учения коммунальных и экстренных служб, подготовить необходимую технику и укомплектовать оперативные бригады. Ведь главное это решение локальных задач, обеспечение порядка, стабильности и комфорта для жителей округа.